Максим Зависимый, мы слушаем переведенную спикерскую Бен Якова, это спикерская по теме «Чувства – это не факт». Для меня, как для зависимого человека, вся тема, связанная с чувствами, является большой проблемой. Со временем программа «12 шагов» мне показала, что мои чувства не являются фактом, они не описывают реальность. Что означает, что мои чувства не описывают реальность? В первую очередь, мне потребовалось понять, что годами я был не подключен к своим чувствам. Я был отключен от своих чувств. То, что у меня были истерики, то, что я очень сильно злился, то, что я негодовал. То, что у меня была неуправляемость, то, что я истерил и плакал. Это не означает, что я был на самом деле подключен к своим чувствам. И я очень вижу часто эту ситуацию, что зависимые люди, которые приходят на программу, не умеют определять свои личные чувства. Они не знают, что они чувствуют. Когда я пришел на программу, я не мог подключиться к своим чувствам. Я боялся своих чувств. Я был готов сделать все. Абсолютно все, чтобы не подключиться к собственным чувствам. Чтобы убежать от собственных чувств. Что я делаю для того, чтобы убежать от собственных чувств. У меня начиналась гиперактивность. Я был постоянно чем-то якобы занят, какой-то возней. И я очень сильно фокусировался на поведении других людей. И со временем я начал работать над тем, чтобы учиться распознавать собственные чувства. Я это делал во время своих высказываний. Во время высказывания я пытался быть очень откровенным по отношению к тому, что происходит у меня внутри. И я пытался взять ответственность за свои действия. В начале, когда я высказывался другим людям или на группе, то, что сделали другие люди, занимало очень много времени в моем высказывании. Моя вторая половина меня обидела. Какой-то другой человек что-то сделал. Он меня задел. Какой-то другой человек меня унизил. Вот так вот почти все высказываются в начале дороги. Но после того, как я рассказал о внешней проблеме, мне нужно сместить свой фокус на то, что происходит у меня внутри. Что я внутри переживаю. Как то, что произошло во внешнем мире, взаимодействует с моей личностью. В какие обиды, в какое прошлое меня возвращает то, что произошло в окружающем мире. Может быть мне кажется, что мной пренебрегают. Что меня не уважают, меня не замечают. Что меня не любят. Очень распространенным заблуждением является такой взгляд на вещи. Что если кто-то не согласен с моим мнением, и он якобы меня не понимает, то мне кажется, что он меня не любит. Что если, типа, другой человек не дает мне то, что я хочу от него получить, если он не делает то, что я хочу, то он меня не любит. Начав работать по программе, я осознал, что на самом деле, я могу подключиться к собственным чувствам, только если я не употребляю ничего. Мне очень важно было начать воздерживаться от всех веществ и также от больных отношений, которые наполняли меня разными чувствами. Например, когда я нахожусь в больных отношениях, я начинаю наполняться какими-то болезненными чувствами, которые я вообще не понимаю и которые я не могу переживать и я не могу их чувствовать. В начале дороги меня наполняло очень много разных чувств. Мне было очень тяжело справляться со своими чувствами. Особенно тяжелым чувством была душевная пустота и ощущение, что у меня какая-то дыра в душе. Также я чувствовал очень много одиночества. Очень много страха. Ощущение, что мне скучно. Я чувствовал боль. Огорчение. Вина. И я сильно страдал от изменений в настроении. За один час мое настроение могло поменяться 10 раз. И в чем заключается моя проблема как зависимого человека? Проблема заключается в том, что я воспринимал очень серьезно все, что я чувствую. Я воспринимал свои чувства и все, что у меня всплывает в моей голове и в моем внутреннем мире как факты, как будто бы это и есть реальность. И опираясь на свои больные чувства, я воспринимаю неправильную реальность. И исходя из вот этого неправильного восприятия, я начинал строить разные больные отношения с другими людьми. Или же я разрушал отношения. И это означает на языке нашей программы, что мои больные чувства управляли моей жизнью. Программа мне показывает, что на самом деле чувства не являются фактом. Программа мне показывает, что после того, как я начинаю воздерживаться, я начинаю оставаться чистым, меня будут наполнять разные болезненные чувства. У меня может быть то радость, то слезы, то счастье, то конец света. Это нормально. Но мне нужно очень важно понять, что мы говорим здесь о духовной программе. Мы говорим о программе действий. Мы говорим о том, что нам необходимо сместить фокус с самого себя. Необходимо отказаться от концентрации на самом себе. И мне очень было важно перестать делать божество из того, что я чувствую. Мне нужно было отделить свои чувства от своих действий. Мне нужно взять свои чувства и начать делать духовную работу над этим. Мне нельзя воспринимать свои чувства, как будто это и есть реальность. Мне нельзя относиться к своим чувствам, как будто бы мои чувства описывают реальность. Мои чувства это не факт на самом деле. Я заблуждался, когда я воспринимал реальность через свои чувства. Наша программа является на самом деле духовной. В базовом тексте написано, что то, что не является практичным, не является действенным, на самом деле не может быть духовным действием. И моя духовность, в конце концов, она проявляется в том, что я делаю. В моих реакциях. Не в том, что я чувствую. В первые несколько лет выздоровления, моими чувствами, руководили мои дефекты характера. Работа над своими чувствами может занять много времени. И после того, как мы делаем несколько лет духовную работу по 12 шагам, это не означает, что мы перестаем чувствовать. Мы относимся к своим чувствам по-другому. Когда зависимый приходит на программу, он приходит как какой-то комок чувств. Нет никакого здравого смысла. Одни чувства. Это то, что делает из меня зависимого человека. Нету здравого мышления. Все основано на чувствах. И в тот момент, когда я состою из одних чувств, когда меня переполняют чувства, я не могу делать правильный выбор. Я не могу принимать решения. Потому как мои чувства мной управляют. Мои чувства сворачивают мне голову. Я весь живу на импульсах. И я вижу людей, которые находятся на программе, и не только. Я вижу нормативных. Которые из-за проблем со своими чувствами делают гигантские ошибки, которые могут стоить им жизни. И программа мне показывает, что в начале своего выздоровления, я переполнен своими чувствами. Я один большой комок чувств. И на тот момент, мои чувства являются моим божеством. Мне, как зависимому, надо научиться рассматривать свои чувства, распознавать свои чувства, что я чувствую. Надо научиться уважать свои чувства и давать им правильное место. Но самое главное в моей работе по программе, это не действовать на своих чувствах. Мне нужно понимать, что есть реальность и есть мои чувства. И может быть такое, что это две несвязанные вещи. Мне очень важно не воспринимать реальность, основываясь только на свои чувства. Потому что мои чувства могут меня обманывать. В одну секунду я могу думать, что ты меня любишь. В другую секунду мне кажется, что ты меня ненавидишь. В третий момент я чувствую по отношению к тебе отрицательные чувства. В следующий момент мне кажется, что ты против меня что-то затеваешь. В другой момент мне кажется, что ты меня не замечаешь. Ты не уделяешь мне внимания. В следующий раз мне кажется, что ты мной пренебрегаешь. И в начале дороги, если просто находился случайно какой-то человек, который не поздоровался со мной, то все, у меня уже была на него обида. И против него у меня уже были разные сценарии. У меня сразу открывался какой-то подсчет против этого человека. У меня было очень много комплексов. И я воспринимал, что это все и есть реальность. Когда я начал работать на самом деле по программе, я увидел, что я никогда не мог справляться со своими чувствами, потому что я воспринимал свои чувства как реальность. Я не мог выражать правильно свои чувства. Я не мог разговаривать нормально о своих чувствах. Я не мог поделиться с каким-то человеком о своих чувствах, потому как у меня не было безопасности. Я никому не доверял. В той среде, в которой я вырос, пренебрегали моими чувствами. С моими чувствами не считались. Я был не столько важен. И вот эта неправильная атмосфера в моем детстве направляет меня на сегодня, как я должен вести себя правильно. Когда кто-то делится со мной своими чувствами, я стараюсь его выслушать. Я стараюсь отнестись к этому с эмпатией. Мне надо уважать то, что он чувствует. Но, конечно же, когда я слушаю другого человека, другого зависимого, и он говорит о своих чувствах, я постоянно держу в своей голове, что, может быть, реальность отличается от того, что он говорит. Потому что он говорит о своих чувствах. Но мне важно позволить другому человеку высказать свои чувства. Что я могу сделать со своими чувствами? Я могу написать о них. Я могу поговорить о своих чувствах. Я могу поговорить на группе о своих чувствах. Я могу помолиться и препаручить свои чувства. как я его понимаю. В моей жизни начинает открываться что-то новое. Я начинаю по-другому относиться к своим чувствам. До того, как я пришел на программу, я был ограничен в выборе инструментов в работе со своими чувствами. И я был весь переполнен чувствами. Один большой клубок чувств. В тот момент, когда я начал говорить о своих чувствах, делиться с другими зависимыми о том, что я чувствую, я начал писать о своих чувствах. Я начал молиться о своих чувствах. Я начал припоручать свои чувства. У меня появилась возможность чувствовать свои чувства, проживать их и не идти употреблять из-за своих чувств. Также мне требовался способ выпустить свои чувства. Я тогда жил напротив моря. Я шел на море, на набережную, на дикий пляж, и я просто орал в небеса. Я припоручал таким способом чувства. И я говорил, Боже, помоги мне, потому что я могу сойти с ума из-за этой эмоциональной боли. И в этот момент я осознал, что я на самом деле никогда не мог согласиться со своими чувствами. я не мог дать себе шанс прожить свои чувства. И я в своей жизни, как зависимый, делал все, чтобы только не чувствовать. Я шел употреблять для того, чтобы не чувствовать. Я находился с неправильными для меня людьми, чтобы не чувствовать. Я делал вещи, которые я не хочу делать для того, чтобы не чувствовать. и я это все делал, чтобы убежать от собственных чувств. У меня была жизнь полная саморазрушения. Я долго петлял по этому миру, долго употреблял, убегал от своих чувств. Но наступил тот день, когда сколько бы я не употребил, я уже не мог убежать от собственных чувств. И я увидел, что употребление перестало решать мою проблему. Вначале, когда я начал употреблять, употребление было некоторым решением. Это заполняло мою душевную пустоту, мое одиночество, наполняло мою дыру в душе, и это давало ощущения, и это давало некоторые ощущения, те или иные. И я на самом деле тяжело употреблял. Я не игрался в употреблении. И в конце употребления, несмотря на все свое тяжелое употребление, уже не имеет значения сколько я употреблял. Я не мог избавиться от желания просто сдохнуть. Я не мог избавиться от чувства одиночества, от боли. И все эти чувства, от которых я убежал, выстрелили мне в рожу. И программа мне показывает, что у меня есть на самом деле внутренняя проблема со своими чувствами, которые я пытался решить в употреблении. Некоторое время употребление было решением. Но потом мы увидели, что само употребление является тяжелой проблемой, и я пришел к тому, с чего начал. Я пришел к собственному бессилию перед чувствами. К новичкам, которые приходят на программу, мы относимся как к маленьким детям, и это не просто так. Мы дарим ему свою любовь. В первый год чистоты этот человек является новичком. Мы окутываем его своей заботой и любовью. Сообщество хочет ему передать свою любовь. Такое ощущение, как будто бы новый друг, который пришел, он как маленький ребенок, который не умеет справляться с окружающим миром, он не может больше употреблять и он больше не может жить без употребления. И с этого момента сообщество начинает любить его, начинает принимать его таким, какой он есть, со всеми заскоками, начинает с любовью воспринимать неуправляемость, которая проявляется у нового друга. Разные кризы, заскоки, безумие нового друга. И сообщество дарит любовь новому другу, пока он сам не научится любить себя. Я приходил к своему спонсору и рассказывал ему о тех безумных идеях и желаниях, которые я хотел сделать другим людям. И он мне говорил, что он любит меня. В этот момент мне хотелось его убить. Потому как я не привык к этому. потому как я привык, что мною всегда пренебрегают, что меня не уважают. И это ощущение, которое я получил в качестве нового друга в сообществе, что в этом сообществе нашелся кто-то кто не осуждает мои чувства. И я научился простому факту, что я на самом деле не являюсь моими чувствами. С этого момента начала меняться моя жизнь. И часто в начале дороги я говорил, послушай, спонсор, но я же чувствую, меня же разрывают чувства. И спонсор мне говорил, да, хорошо, я понимаю, ты чувствуешь, я не говорю, тебе перестань чувствовать, но просто обрати внимание, что твои чувства меняются по 10 раз в день, как погода. И вначале я был очень неуравновешен душевно, духовно. У меня было эмоциональное непостоянство. В один момент я мог провалиться в такую пропасть концентрации на себе. А в какой-то момент все мое внимание было сфокусировано на других людях. В один момент я мог верить, в другой момент я хотел все бросить и уйти. Постоянные качели в моем настроении. В одну секунду я люблю других людей, в другую секунду я ненавижу и хочу всех отбросить и уйти. Болезнь зависимости это болезнь эмоционального непостоянства. Именно поэтому в первый год выздоровления очень важно узнать свою болезнь, очень важно узнать свои чувства и познакомиться с самим собой. И со временем у меня начинает появляться надежда и ростки моей веры, у меня начинает появляться здравомыслие, я начинаю понимать кто против кого, я начинаю понимать немножко о себе, но до этого момента пока я не понимаю кто против кого и я не понимаю самого себя, мне нельзя принимать никакие важные решения. Когда я пытаюсь распознавать свои чувства и то, как чувства влияют на меня, я пытаюсь увидеть в первую очередь, что именно я чувствую и что это чувство заставляет меня делать. Какие чувства приводят меня к концентрации на себе? Для примера, я увидел, какие именно чувства приводят меня к болезненной концентрации на себе? Это такие чувства, когда мне кажется, что меня не замечают, что мной пренебрегают, что меня не уважают, что меня не любят, чувства, что мне кажется, как будто меня не понимают. И как так получается, что я начинаю концентрироваться на себе? Когда я чувствую эти чувства, что меня не любят, меня не замечают, мною пренебрегают, у меня зарождается обида. Это результат моей повышенной чувствительности. Я как зависимый начинаю закрываться в себе. Я начинаю концентрироваться на себе. Я начинаю злиться. Я начинаю болеть. И это все начинается, когда мне кажется, что меня не любят или мной пренебрегают. И вот мне нужно внимательно анализировать такие ситуации. Поведение других людей и вот этот внутренний механизм, который работает во мне, я не могу здесь и сейчас поменять. Что я могу поменять? Свою реакцию. И это для меня означает мои чувства не факт. Вместо того, чтобы делать какие-то больные действия, находясь в концентрации на себе, исходя из обиды и злости. Это действие оно всегда принесет к саморазрушению. Оно навредит мне в жизни. Это просто действие из моих чувств. Вместо вот этого больного действия, я стараюсь сделать правильное действие, которое может меня продвинуть к более правильному и здоровому месту. Это действие должно уберечь меня от самого себя. И в первую очередь мне нужно отказаться от безрассудной реакции на своих чувствах. Это и есть воздержание. Я чувствую, я переживаю, но я не действую по больному, по старому. Например, такая ситуация. Меня что-то задело в вашем поведении и я очень хочу сейчас разобраться, расставить все точки над и, потому что я обижен и я злюсь. Мной управляют мои чувства. Я хочу прояснять и разговаривать, устраивать разборки прямо сейчас. Но я на самом деле уже понимаю, что если я буду разговаривать с вами в таком неуравновешенном состоянии, то здесь получится взрыв с большим количеством пострадавших, потому как я уже знаю свое эмоциональное непостоянство, потому как мной сейчас управляют чувства, нет никакого здравого смысла. в тот момент когда мне кажется что меня кто-то унизил или меня кто-то обидел, то я хочу унизить и обидеть другого человека. в тот момент когда кто-то обижает меня или задевает мою гордыню, мне начинает казаться в своем заблуждении что я могу восстановить свой авторитет только если я обижу или раздавлю того человека который меня обидел. вот так проявляется мой эгоизм. У меня нет смирения в этот момент. Тот путь который мне дает программа это увидеть что у второго человека тоже есть дефекты характера и он тоже дитя бога. И мне надо увидеть что я в своей жизни поступал много раз точно так же с другими людьми как он сейчас со мной. И я страдал в этот момент и этот обидчик он тоже страдает на самом деле. Но на сегодняшний день если я обращаюсь к богу то он сотворяет со мной чудо. Бог сделал со мной это чудо я сейчас здесь с вами выздоравливаю. И у меня на самом деле появляется выбор. Я могу злиться на этого человека могу начать мстить этому человеку или же я могу поменять восприятие ситуации и увидеть что этот человек тоже страдает и сдвинуться в сторону. Я на самом деле знаю что я точно так же обижал и задевал других людей. Я могу поменять свое восприятие по отношению к этой конкретной ситуации. Со временем я начинаю замечать когда я делаю анализ разных ситуаций я вижу что те чувства которые я чувствую в этих ситуациях они вообще не относятся к этому конкретному человеку и к этой конкретной ситуации. Я на своем опыте увидел что те чувства которые я чувствую по отношению к своим детям к своей второй половине к тем людям которые меня окружают к своим родственникам и даже те чувства которые я чувствую к Богу как я его понимаю на самом деле происходят от моих старых обид эти чувства происходят от моих душевных травм от различных травм и страхов первый шаг не показывает что зависимость проявляется на духовном и на эмоциональном уровне но на самом деле в первом шаге я еще не знаю откуда происходят мои чувства я знаю что-то о проблеме зависимости и только на шагах с четвертого по седьмой я начинаю узнавать более глубоко свою проблему зависимости и свои проблемы с чувствами и когда я на самом деле работаю с четвертого шага по седьмой я начинаю видеть что у меня внутри есть какая-то машина которая постоянно производит разные болезненные чувства и именно из-за этого мне очень важно было понять что мои болезненные чувства не имеют отношения к реальности и для того чтобы это понять мне нужно было говорить о моих чувствах писать о моих чувствах молиться о своих чувствах и препоручать свои чувства и не действовать на своих чувствах то состояние в котором я находился в начале дороги это просто была катастрофа я лежал на кровати без малейшего желания жить я постоянно хотел умереть у меня было понимание что я разрушил все что у меня было и у меня просто не было никаких сил на эту жизнь но то что мне рекомендовали делать спонсоры другие выздоравливающие зависимые они мне рекомендовали делать действия и я не мог понять как я могу делать действия если у меня такие чувства мне говорили вставай с кровати в первую очередь выйди со спальни прими душ напиши о том что ты чувствуешь помолись устройся на работу на несколько часов начинай выходить из самоконцентрации вечером сходи на группу встретиться с другими выздоравливающими зависимыми и если ты сделаешь эти действия то с тобой будет все в порядке но я им говорю я хочу сейчас себя хорошо чувствовать не потом я вначале себя хочу хорошо почувствовать а потом я буду делать действия и вот это мышление зависимого человека вначале ему хочется хорошо себя чувствовать а потом он готов что-то делать и вот так вот я привык жить всю свою жизнь я вначале употреблял чтобы почувствовать себя получше а потом что-то уже был готов делать и вот наступает момент выздоровления и когда мне нужно поломать свою старую привычку мне пришлось поменять свое отношение мне пришлось увидеть что мои чувства это просто как погода погода постоянно меняется мне нужно это запомнить и в начале дороги мой здравый смысл вообще не работал когда я чувствовал какие-то чувства мой здравый смысл отключался на сегодняшний день я могу вам сказать что через некоторое время работы по шагам я подключаюсь к своей душе я обретаю контакт с богом как я его понимаю и когда я на самом деле подключен к своей душе и к богу как я его понимаю я возвращаюсь к здравомыслию и мой здравый смысл также начинает работать в жизни с жизнью со временем в моей жизни появляется что-то кроме моих чувств когда я пришел на программу я состоял только из чувств со временем работы по шагам возле моих чувств начинает развиваться моя духовность у меня появляется контакт с силой более могущественной у меня начинает появляться духовные убеждения вера у меня в жизни начинает работать сила более могущественная то есть это группы нашего сообщества это спонсор это другие зависимые я могу с ними разговаривать по телефону и я могу говорить с ними о том что со мной происходит и в моей жизни появляется связь с духовной силой с Богом как я с и со временем вот эта пропорция моих больных чувств и духовной жизни начинает смещаться в сторону духовной жизни в начале у меня было 100 килограмм моих чувств и вообще не было духовной жизни и конечно же мной управляли только мои чувства я вижу это как развивается на примере других людей я вижу как мои подспонсорные на первом году чистоты болезненно реагируют на все насколько у них проявляется неуправляемость в жизни как они истерят по мелочам они начинают разрушать сферы своей жизни и также я вижу как они начинают употреблять разными сферами своей жизни и вот потом я начинаю замечать как происходят некоторые изменения на второй на третий на четвертый год работы по шагам в их жизни начинает что-то меняться те же самые ситуации они начинают проживать по-другому что-то внутри этих людей начинает меняться я чувствовал как выздоровление что-то внутри меня меняет у меня начинается какой-то контакт контакт с Богом как я его понимаю контакт со своей душой у меня возвращается здравое мышление и я обретаю выбор зависимый который находится в болезни он вначале действует а потом говорит что он сделал вначале этот зависимый действует на своих чувствах он делает разные ошибки а после этого он звонит своему спонсору и разговаривает о том что произошло зависимый который на самом деле выздоравливает он звонит до того как он действует он делится о том что происходит он спрашивает обратную связь и после этого он действует он возвращается к здравомыслею и не совершает старую ошибку иногда вернуться к здравомыслею занимает час день или более долгий промежуток времени в ситуациях в которых у меня проявляется эмоциональное непостоянство меня раскачивают мои чувства мне вначале нужно вернуться к равновесию обратившись за помощью и только потом что-то решать или что-то делать до своих до того как я что-то решаю или я начинаю действовать мне нужно вернуться к душевному покою мне нужно отключиться от своих болезненных чувств которые меня переполняют мне нужно обрести здравое мышление в первые несколько лет программа мне рекомендует сфокусироваться на собственном выздоровлении хотя бы первые пару лет в первые несколько лет из-за своей проблемы с чувствами я не могу строить нормально отношения с людьми особенно в начале дороги большая опасность представляет когда зависимый начинает создавать отношения с точно таким же зависимым в начале дороги который тоже не умеет строить отношения и так получается что один человек в этих отношениях хочет что-то сказать хочет что-то прояснить второй человек не умеет слушать он ничего не слышит или же начинает обвинять начинает осуждать другой человек не уважает наши чувства в начале дороги у меня нету реальной оценки себя мне хочется очень много поощрения от окружающих мне хочется чтобы мне аплодировали а вместо этого в больных отношениях я получаю пренебрежение и у меня реально не получается строить отношения в таком состоянии в начале дороги первые несколько лет меня занимало только выздоровление по программе на сегодняшний день мои инстинкты и мои желания не заводят меня в больные места и в больные отношения я могу на сегодняшний день отказаться от этого и это подарок выздоровления это духовный подарок когда на сегодняшний день я начинаю действовать исходя из своих болезненных эгоистичных желаний или из своих инстинктов так проявляется моя болезненность зависимость если это приводит меня в какие-то нездоровые места в какие-то нездоровые отношения я сразу начинаю платить высокую цену так работает моя совесть я плачу высокую цену в тот самый момент когда это начинается я начинаю страдать потому как это не является волей бога для меня и это показывает мне что мне нужно жить духовной жизнью которая связана с контактом с богом а не с моими чувствами контакт с богом и мои инстинкты не идут вместе контакт с богом и мои болезненные импульсы не идут вместе контакт контакт с богом и мои желания не идут вместе контакт с богом это что-то абсолютно другое и я продвигаюсь в этом направлении мы вместе продвигаемся в этом направлении я меньше приношу разрушений я меньше обижаю других людей я меньше нахожусь в неуправляемости из-за своих чувств и на сегодняшний день если я нахожусь в неуправляемости если я теряю над собой контроль то есть большая разница с тем что было в прошлом в прошлом когда у меня начиналась неуправляемость когда я терял управление над собой я обвинял окружающих на сегодняшний день я вижу что моя неуправляемость это результат моей болезни и я признаюсь в этом я говорю болезнь зависимости активна в моей жизни и мне опять надо вернуться к первому шагу и потом перейти к второму и к третьему и мне нужно прийти к Богу и сказать Боже я понимаю свое бессилие перед болезнью зависимости Боже я на самом деле бессилен перед своей болезнью зависимости и эта болезнь зависимости разрушает мне жизнь и создает проблемы в моей жизни Боже помоги мне потому как сам я не справляюсь и до сегодняшнего дня иногда мне приходится говорить это по 10 раз в день на сегодняшний день у меня намного больше душевного покоя в жизни спокойствие тишины принятия и я могу занять позицию наблюдателя за собой за своими чувствами я понимаю что другие люди это другие люди что у каждого из нас есть своя роль и то что второй человек делает это не относится ко мне это не из-за меня и уж Бог точно не пытается мне навредить потому что раньше мне казалось когда я находился в самоконцентрации что Бог опять хочет меня наказать и сделать мне очень плохо вот так вот именно с этого больного места начинались мои обиды на Бога и злость я вот реально был уверен что он сидит там наверху и делает мне проблемы я никогда не понимал что моя болезн зависимости делает мне проблемы